Всем привет! На этот раз решил провести мотивационный, записать мотивационный подкаст, хотя на самом-то деле здесь будет много практических советов, рекомендаций, которые наверняка смогут вам помочь в дальнейшем. Все, что ты делаешь, нужно в первую очередь тебе самому. Это концептуальная, на мой взгляд, истина, которую я не сразу, но открыл для себя сам. Суть заключается в том, на мой взгляд, что вот все эти какие-то задумки, все эти идеи, которые, я надеюсь, потом находят реализацию, что я имею в виду, заниматься дропшиппингом или нет, открывать магазин или нет, создавать свой бренд или нет, или делать вообще что бы то ни было по жизни, это все исключительно лишь желание и вот того человека, который это все придумывает. Вот больше это никому не нужно, и мало того, не будет нужно никогда никому. Почему? То есть, если у самого автора той или иной идеи в итоге, в результате пропадает желание чем-то заниматься, то у каких-то других окружающих его людей или людей, которые с ним контактируют, оно уж тем более не появится и не должно появляться. Почему? Потому что это никому не нужно. Еще раз повторюсь, что все, что ты делаешь, нужно в первую очередь тебе самому и больше никому другому. Ну, мне теперь все чаще и чаще в личные сообщения или там в ту же группу, в тот же паблик, вконтакте, поступают какие-то сообщения с вопросами, причем иногда очень разного и иногда очень, на мой взгляд, поверхностного характера в том числе, но ничего страшного, это как бы нормально, потому что все чему-то как бы учатся, все к чему-то постепенно приходят, это как бы естественный процесс, потому что два с половиной года назад я мог бы еще проще и примитивнее вопросы задавать, потому что я вообще ничего не понимал и ни о чем еще не знал. И в ответ на серию вопросов от одного из слушателей, от одного из читателей моего блога, я и делаю этот подкаст. Возьмем как пример ребят, которые работают по дропшиппингу. То есть какой-то идеальный вариант, когда у тебя действительно нет товаров, но так или иначе есть какие-то поставщики, и ты вот каждый день свой тратишь на обработку каких-то входящих сообщений, у тебя, предположим, страница, либо группа ВКонтакте, и вот ты работаешь в этом направлении. Если взять такого человека. Вот я убежден, что все для того, чтобы это существовало или как-то продвигалось, должен делать сам дропшиппер. То есть именно он должен максимально внимательно и четко взаимодействовать с поставщиком, одним, вторым, третьим, терроризировать его в случае каких-то проблем несвоевременной отправки товара, требовать от него наличия фотографий. Есть ли этот на продукт или там каких-то размерных сеток, информации о том, что же есть на складе или когда будет. Если взаимоотношения с этим поставщиком не удаются, значит, да, необходимо искать других, новых, у кого не будет всех этих проблем. Сам дропшиппер и никто другой должен выкладывать фотографии на своем паблике или на своей странице, мониторить свежие какие-то появления товаров у поставщиков. Это его задача, это его роль. В этом и есть суть его работы. Ну, безусловно, взаимодействовать с покупателями, своевременно отвечать на их вопросы, принимать от них какие-то заявки, платежи и так далее. То есть в этом и есть суть работы дропшипера. Если сам этот дропшиппер не будет выполнять этих действий и будет надеяться, что все как-то будет происходить само по мгновению волшебной палочки или без его участия, то это не так. Это самообман. Это ложь, это вранье в первую очередь самому себе. Потому что ничего не бывает просто так или как-то само. Если ты этого не делаешь, не будет происходить ничего. Точно так же и в случае с магазинами. То есть маловероятно, особенно в вот этом вот состоянии рынка молодежного, одежного брендинга, который мы сейчас наблюдаем, маловероятно, что тебя будут прямо терроризировать и одолевать поставщики товара, производители, если ты открыл или открываешь магазин. Это не так. Не стоит питать себя этими иллюзиями. Хороший товар, хорошие взаимоотношения с производителями можно лишь добиться и достичь самостоятельно. То есть когда ты активно ищешь себе поставщиков, делаешь это корректно, грамотно, анализируешь рынок, выбираешь лучшие предложения по цене, по качеству продукции, по каким-то другим условиям, которые могут быть конкретно для тебя лучшими или хорошими. И от того, что ты просто какой-то открыл магазин, от этого он не заполнился сам молниеносно действительно выгодными предложениями как для тебя, так и для покупателя. Это не так. Ты должен заботиться об этом, ввести какую-то аналитику, какой-то учет, какую-то свою собственную бухгалтерию, контролировать этих поставщиков, своевременно заказывать товары, вовремя возвращать свои собственные долги. Все это является не только необходимым, но и обязательным условием существования и никак иначе быть не может. Этот магазин открылся только лишь потому, что когда-то ты сам этого захотел. И как только ты перестанешь этого хотеть или не начнешь хотеть еще сильнее, он никогда не станет прибыльным, эффективным, и никогда не появятся там какие-то еще сотрудники, нанятые тобой. И никогда это не сможет развиться в что-то большее, чем маленький захудалый магазин с посещением там максимум 15 человек в день. Никогда этого не произойдет, пока ты сам этого не пожелаешь и не будешь желать этого еще сильнее. И главное, помимо желаний, не будешь еще и желания воплощать в реальные действия в нужном направлении. Если говорить о некой оптовой торговле и, главное, о создании своего собственного бренда, то есть ко мне ежедневно фактически обращаются какие-то молодые люди, которые вожелали почему-то создать свой собственный бренд одежды. И даже несмотря на то, что в данный момент я работаю сразу над несколькими брендами одежды, я каждому из них отвечаю, это отличное начинание, здесь и сейчас это уместно. Возможно, пройдет какое-то время, и ситуация изменится, и все станет не так возможно просто, как сейчас. И, конечно, количество людей, у которых возникает желание создать свой собственный бренд сейчас крайне велико, потом эта как-то динамика изменится, но на данный момент здесь и сейчас действительно это крайне интересное и, в общем, экономически оправданное начинание. Но так или иначе, я возвращаюсь вновь и вновь. Бренд возникает только лишь потому, что у кого-то возникает желание его создать. Да, возможно, поначалу эти люди опираются на успехи тех людей, которые их окружают. То есть мы смотрим на этот удивительный феномен бренда Бандит, бренда Ястреб или каких-то других брендов, возможно, более, скажем так, с высоким показателем качества продукции, не будем никого обижать, и хочется сделать что-то подобное. Да, это желание, я вижу, присутствует у многих. И многие, пойдя на поводу этого желания, начинают что-то делать. Это похвально, это похвально, что эти люди не просто идут бухать в подворотню, а действительно пытаются что-то создать. Но они, понятное дело, еще не представляют, какие сложности перед ними предстоят. Почему? Потому что все эти люди наверняка не читали то, что написано в этом паблике, не слушали эти аудиоподкасты и не пробовали еще ничего делать. Ничего страшного, они попробуют наткнуться на какое-то сопротивление мира, но сильные так или иначе выживут, это как бы логично. Я просто к тому, что в любом случае бренд возникает только лишь потому, что ты этого захотел. И дальше он будет жить только лишь потому, что ты будешь продолжать этого желать, и никакие трудности тебя не сломят. Ни финансовые, ни какие-то технические моменты, отсутствие швейных производств на территории твоего маленького города, или отсутствие производств, которые вышивают, или отсутствие поставщиков ткани у тебя на территории твоего маленького или крупного города. Ничего не оставит тебя, если ты будешь этого хотеть. И вот теперь, когда ты что-то создал, начинается следующий этап. Ведь этот продукт, который ты придумал, он же вообще никому не нужен. Все это свалка просто каких-то тряпок, именно тряпья абсолютно никому не нужного. Если ты не потратишь нужных усилий для того, чтобы создать промо-продакшн этому бренду, найти какой-то сбыт для этого бренда, ничего дальше не разовьется. Если вот говорить конкретно о сбыте, то я бы не упирался исключительно рогами в поиск оптового сбыта. Если раньше для цеховиков это был единственный способ выжить, почему? Потому что они не хотели связывать себя с какими-то розничными продажами, потому что розничные продажи это определенный круг проблем, то сейчас с появлением и развитием интернет-торговли это как раз возможно. Поэтому я считаю и всем советую в обязательном порядке, я говорю о брендах, развивать свою собственную розничную продажу, да, то есть свою розницу. Это очень важно. И розница может выглядеть в разных, она может проявляться в разных эпостасях. Это могут быть свои продажи через интернет. Это может быть открытие каких-то вот точек выдачи шоу-румов. Это нормально, это как бы естественно, это абсолютно естественное развитие. И естественно поиск каких-то других точек сбыта. Возможно в магазинах, типа как сети магазинов мяса, или какие-то мелкие магазины в регионах, или по всей стране, или возможно даже в соседних странах. И, понятное дело, поиск, ну, неких оптовых вариантов сбыта своей собственной продукции. То есть это либо какие-то крупные магазины, крупные развитые сети, опять же таки повторюсь, как, возможно, сеть магазинов мяса. Или может быть какие-то другие точки сбыта. Они могут выражаться в чем угодно. Это могут быть точки на рынках, какие-то вообще доселе неизведанные даже мне каналы. Я говорю о том, что если вы не будете искать свой сбыт, который может выражаться в разных направлениях и в разных апостасиях, конечно, этому бренду не добиться ничего. То есть рано или поздно вы упрётесь просто в стандартную ситуацию, когда вы не можете производить никакими тиражами, отличными от единичных, либо от самых-самых минимальных, производя продукцию такими мелкими тиражами, вы имеете высокую себестоимость товара. А высокая себестоимость товара приводит к низкой марже вашего заработка и заработка ваших реселлеров. И более крупные, развитые бренды уже на данный момент, либо появляющиеся каждый месяц, выходящие на определенный уровень, они будут вас, ну, как бы, кикать с этого рынка. Потому что вы не будете способны существовать на этом рынке тогда, когда ситуация, динамично развившись, приведёт нас к ситуации здоровой и нормальной конкуренции. То есть не того, что происходит сейчас. Сейчас на этом рынке цирк, сейчас на этом рынке золотое время, когда этой конкуренции, нормальной конкуренции, её нет. Она ещё не сформировалась. Да, есть некие лидеры, но даже они сплошь и рядом не понимают, что они делают. Но это не вечно. Рано или поздно это прекратится. И вот пока вы не будете, пока вы не начнёте хотеть что-то делать, понимать, что всё, что нужно и всё то, что происходит, будет нужно только ли вам самим, пока не начнёте искать и действовать самостоятельно в этом направлении, планомерно, целенаправленно, ничего не произойдёт. И ни в коем случае, никогда, никакого успеха вы не добьётесь. Возможно, пройдёт время, через какое-то время вы просто вспомните то, чем вы занимались, улыбнётесь и будете заниматься чем-то другим. А это останется в прошлом, это останется навсегда какой-то частью вашего жизненного опыта. Но кто-то наверняка пойдёт дальше, добьётся каких-то значимых вершин. Здесь и сейчас, в этой стране, по крайней мере, не могу сказать про Белоруссию, Россию, но в этой стране это возможно. Поэтому думайте, действуйте и, главное, помните, что всё, что вы делаете, нужно только вам и никому другому. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на паблик. Обязательно репостите, оставляйте свои комментарии. И ждите новых подкастов. Они обязательно будут. Тут будут другие темы, и практические, и теоретические, и в том числе мотивационные, их будет больше. В обязательном порядке. Всем пока.